Они просто беспокоятся. Звуки тревоги. А как беспокоятся местные жители? Соседство с Коршуном, его подругой и потомством стало невыносимым для жильцов дома на Малахова 79. Детская площадка пустует. Люди с опаской смотрят на небо. Птица уже много раз нападала на взрослых и детей. Специалистов такая агрессия удивляет. Коршун оказался с характером. Они обычно очень такие спокойные. А с чем может быть связано такое поведение? Ну, вероятно, может быть, такая особь попалась. Все-таки особь какая-то попалась. Но особое, что у них что-то есть агрессивное. И есть такое мнение. Вообще, то есть как не то, что мнение, а вот из наблюдений, так сказать, если птица выращенная в неволе и выпущенная становится дикой, так сказать, ну в смысле, она может вести себя более агрессивно. Об этой истории, кажется, знает уже весь город. Почти все, кого мы встречали во дворе еще в прошлом месяце, пострадали от когтей коршуна. Люди натягивают капюшоны, вооружаются подручными средствами. А вы без зонтика сейчас не выходите? Нет, без зонтика я уже не хожу, потому что я боюсь, он сильно... Мы на скамеечке находились, и мужчину стукнул так, что было слышно звук вот этого вот, как он клюнул. В администрацию Ленинского района поступали обращения от местных жителей. Но там сегодня сообщили, что нападки коршуна не относятся к компетенции администрации. Орнитолог Виктор Петров считает, что для начала необходимо проверить, есть ли вообще в гнезде яйца или птенцы, чтобы понять, стоит ли ждать, когда птицы покинут гнездо, или уже изъять его, чтобы выкормить птенцов. На самом деле, если даже вылавливать, ну вот такими методами, или это самое, то все равно надо брать разрешение. Управление охотничьего хозяйства, это Министерство природных ресурсов. Несколько наших источников настаивают, что это действительно сфера ответственности Министерства природы. Но в ведомстве в очередной раз заявили, что коршун не их проблема. Справедливости ради, представители Минприроды уже выезжали на место и хотели изъять гнездо. Но жители другого дома, которым коршун не мешает, не дали этого сделать. А тем временем редакция толка подготовила запрос в правоохранительные органы. Неужели ни одно из ведомств не может решить эту проблему? Без вреда для птиц и людей. И почему до сих пор это никто не сделал? Ирина Корчегина, Владислав Ковалев, День с толком.